Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы напишем с вами картину в стиле наив арт. Сначала я смешиваю охру с белилами и раскрашиваю весь холст. По краям добавляю розовую краску и втираю ее. Затем этой же розовой краской я намечаю ветки и также пальцем растираю. Затем делаю силуэт головы и панды. Это будет не обычная панда, а малая красная панда. Рисую ее тельце. Все делаю очень приблизительно. Хвостик. А теперь прорисовываю голову. Начинаю с лба, потом делаю среднюю вспомогательную линию. В середину головы намечаю ушки, подбородок. Здесь будет центр, центральная линия, в которой будут располагаться глаза. Делаю точку носика. Рисую круглые глаза. Рисую тень в ушах. Намечаю тельце. Лапки. Рисую корявые ветки. Теперь смешиваю кропла красный с коричневый. И заполняю тельце нашего животного. Побольше коричневой краски в теневой части. Такой можно открытый красный цвет в светлой части брать. Смешиваю с желтым цветом. Получается яркий-оранжевый. Таким образом закрашиваю голову панды. Оставляю пробелы, которые потом буду закрашивать белым цветом. Под глазами делаю более темный коричневый с красным. Такая глубина. Здесь у нас будет тень. Возле глаз. Лишнее растираю пальцем. Поверхность должна быть гладкой. Не должно быть кусков краски. Теперь с помощью белил я высветляю светлые части головы. Располагаю их там, где падает свет. И на мордочке внизу, где будет располагаться рефлекс. Создаем рефлекс. Затем прорисовываю полосочки на ветках. Это охра, смешанная с голубой краской. И закрашиваю со стороны тени тем же цветом. Добавляю красной краски еще раз в тело панды. Теперь синий смешанный с коричневым делаю тени на теле. Возле лапок отрываю с помощью тени банду от веточек. Закрашиваю хвостик. На хвостике будут полосочки. Хвостик чередуется светлыми и темными полосками. Добавляю по краям хвостика такие рваные штришки. В теневой части веточку закрашиваю коричневой, смешанной с голубой краской. Такая получается неконтрастная тень. Этот рисунок делается очень быстро. Буквально за полчаса-час можно нарисовать такую замечательную пандочку. Здесь ничего сложного нет. С помощью темно-коричневой краски я обвожу веточки, чтобы придать такой нарисованный эффект. Как будто это не масло, а рисунок графический. Теперь беру белило и закрашиваю ушки и все светлые части на мордочке панды. То же самое проделываю с носиком. Делаю плавный переход от светлого к темному, растирая пальцы. Границы должны быть очень мягкими. Добавляю возле ушек красноты. В самих ушках темно-коричневой краской я делаю тени. Усиливаю тень. Теперь приступаю к глазкам. Смешиваю коричневую краску с синий, чтобы получился очень темный оттенок. И заполняю не целиком, а в верхней части глаза. Таким образом. Обвожу сверху в тени. В нижней части глаза с помощью охры и красных оттенков я делаю отражение в глазах. Работайте очень аккуратно, чтобы темный цвет не смешался с этим светлым оттенком. Добавляем еще желтого, красного. Поверху аккуратно провожу белой краской, чтобы придать выразительность глазам. Здесь изобразить белки. И прорисовываю по два блика в глазах. Один побольше, другой поменьше. Таким образом глаза стали как будто влажными. Такой стеклянный эффект приобрели. С помощью коричневой краски я делаю краску. Я делаю в теневой части носик. Отрисовываю. Под носиком рисую тоненькую полосочку рта. И ставлю блик на носу с помощью белой краски. Также с помощью белой краски ставятся во всех светлых частях блики. Отрисовываю. До встречи. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok Под носиком подрисовываю охрой небольшую тень. Обвожу лапочки, добавляю какие-то элементы, более четкие на рисунке. Придаем графичность картинке. Добавляю тени с помощью коричневой и синей краски. На лапках рисую маленькие коготки. Обвожу веточки еще темной краской и местами добавляю такие элементы штриховочные с помощью длинных масок. А с помощью штриховочных масков ставлю на веточки белые блики. И добавляю рефлексы в тени светлой голубой краской. Вот и все. Такая пандочка у нас с вами получилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова